да пошла теперь на всякий случай все это записываю мы сегодня хотели проводить эфир и и на get курсе по специальной ссылке и в то же самое время на ю тубе но есть небольшие проблемы со связью вы наверное уже заметили так что если вдруг сейчас все-таки идет просачивается эфир на ю тубе друзья заходите к нам лучше в чат заходите в наш чат на get курсе ссылка там должна быть так окей все основные технические вопросы вроде бы обсудил теперь позвольте представить все вы пришли сегодня ко мне но в первую очередь не ко мне а к моему гостю к замечательному человеку это григорий метелица хочу представить как с нескольких сторон мы с григорием знакомы уже достаточно долгое время с 2000 с 2020 года если не ошибаюсь да все даже знакомились да григорий замечательный вокалист певец хорошо поет великолепно поет помимо этого он диктор помимо этого он чтец аудиокниг актер дубляжа и просто замечательный человек но самое главное наверное что можно сказать григорий в этом году получил звание голос года по версии литрес то есть он лучший голос литрес в номинации электронная буква правильно это называется да это конкурс литрес ежегодный конкурс электронная буква а номинация как раз голос года да голос года и кстати на один из главных призов который получил григорий перед вашими глазами и перед ртом григория микрофон октавы который подарил лично подарила лично генеральный директор компании любовь да вот я по отчеству ее не знаю потому что мы как-то так с ней любовь любовь и мы тоже необычно и обращаться к человеку с таким красивым именем любовь несмотря на то что это генеральный директор но это прежде всего очень симпатичная молодая женщина поэтому любовь ей очень хорошо подходит да хорошо друзья я прошу любить и жаловать сегодня мы на протяжении целого часа поговорим с григорием о его пути о его становлении с чего все началось куда он пошел к чему пришел и к чему он еще собирается дальше уйти потому что я на самом деле был абсолютно уверен сейчас я на открою маленький секрет позапрошлом году я был или вот как раз на этом конкурсе я участвовал в выборе в составлении лонг листа этого конкурса электронная буква для литрес и я все думал вот я думаю самое время как раз григорию оказаться в номинации в номинации он оказался и выиграть этот конкурс и слава богу чем для меня это приятно приятно вдвойне ну во первых мы григорием давным-давно знакомы во вторых григорий пришел ко мне учиться как раз 2000 в двадцатом году знакомились и вот наверное с этого и началась история все рассказываю я могу только по своим каким-то мимо пролетавшим мимо моих ушей историй рассказать о том как ты к этому пришел так что григорий сейчас очень много людей которые нас слушают нас смотрят и многие тоже хотят оказаться на месте попробовать себя в качестве чтица аудиокниг и пробраться к таким высотам в первую очередь вот что я точно знаю до того как ты ко мне пришел ты был вокалистом ты пел ну и сейчас ты поешь и потом мы с тобой встретились что тебя привело ко мне расскажи обязательно конечно расскажу ну для тех кто уже неоднократно видел со мной какие-то эфиры да знаком может быть я уже неоднократно рассказывал как я пришел к этому но мы сейчас ориентируемся в основном наверное на людей которые впервые все-таки нас видят слышат поэтому еще раз расскажу да не для кого не секрет что в двадцатом году как раз нас посетил вот этот вот к вид пресловутый если вот и да если кто не заметил вот для людей как раз творческих профессий в частности той сферы в которой я это кавер-группа вокал на всевозможных мероприятиях корпоративных мероприятиях свадьбах ну как обычная водится да вот все это у нас очень здорово просела просела и естественно сели мы дома вот и стал думать я чем бы заняться чтобы это было как-то созвучно все таки тому что я умею мне казалось что работа с микрофоном я умею просто как на раз как говорится но это только казалось как оказалось потому что ну в сторону аудиокниг я давно поглядывал но не было как-то времени возможности постоянно что-то отвлекало мешало а тут пожалуйста времени хоть отбавляй вот и я значит развернулся я понял что это какой-то адовый труд что это совершенно не то тоже не то же самое что петь в микрофон потому что там все таки есть сопровождение да есть определенная структура этого произведения и ты ее должен придерживаться вовремя петь куплет вовремя петь припев вовремя все вступать а здесь когда один на один без всякого сопровождения и ты понимаешь что ты должен в общем то прочитать так чтобы это было как минимум интересно чтобы это не было какое-то тараторенье чтобы все слова выговаривались чтобы фразы строились правильно чтобы о ужас оказывается я не знаю стольких ударений словах мне я кстати говоря на минуточку сын мама у которого преподаватель русского литературы и я думал что я прям русский язык то знаю хорошо вот так как оказалось настолько сюрпризов меня встретила на этом пути да и встречает до сих пор потому что всегда под рукой словарь которому я обращаюсь постоянно словах которых сомневаешься слова которые казалось бы знаешь но все-таки лишний раз проверяешь вот и я в принципе стал задумываться что надо бы получить какое-то образование потому что с кондачка здесь ничего не получится ну и как это водится интернет в помощь я стал искать смотреть всякие школы и понял что их какое-то великое множество жена моя кстати говоря попутно тоже шерстила эти просторы и кстати сергей она горит я тебе ссылочку скинула посмотри вот очень интересно парень рассказывает таким голосом прям я говорю ну давай и открываю видео сергеем выстрелецовым он по моему какой-то был или кусочек урока или какой-то обзор может быть но фактор что были приведены какие-то упражнения интересные о том как найти свой голос как размять артикуляционный аппарат вот такие вот вещи которых мне очень сильно не хватало в мать это были мои пробелы такие то есть у меня не было этих не знаний не навыков оказывается абсолютно я что называется слышал звон вот и среди многих действительно я я скажу честно я посмотрел несколько разных школ не люблю это слово всяких коучей вот коучи какие-то это все-таки это все-таки не учителя не не педагоги это какие-то в большей степени балаболы мне так кажется мне больше нравится это все-таки вот преподаватель преподаватель учитель вот такие вот слова и мне понравилась и структура курса я зашел на на сайт посмотрел вот и собственно приобрел курс в школе мастерской голоса у сергея вострецова который в двадцатом году с этого момента мы стали дружить общаться сначала дружить сначала я был учеником все-таки я старался я очень старался выполнял задание старательно усердно внимал всех всем ошибкам и так далее вот за что тебе огромное спасибо пожалуйста да кстати по поводу тоже такого неожиданного резкого перехода например к прочтению аудиокниг я до того как начал читать аудиокниги я закончил театральный институт вроде бы там много всего читал всего дел и у меня был такой пример очень смешной это еще до того как я начал читать аудиокниги это был какой-то двухтысячный год 2002 что ли мне моя девушка я встречался с девушкой сад какой-то она она попросила ты же актер прочитай пожалуйста мне просто книжку прочитай вслух я сейчас прочитаю это не у микрофона это живое чтение сейчас я прочитаю первую попавшуюся книгу и начинаю читать и понимаю что через чуть ли не через каждое предложение у меня ап ап я сбиваюсь я что-то не выговариваю и у меня чего-то не получается и тут у меня такой испытал такой кринж за самого себя что прям вот понимаешь что дальше дальше уже то есть такая профнепригодность меня ожидает когда сел к микрофону такая же была история это несмотря на то что я имею театральное образование то есть работа у микрофона это такой очень долгий процесс который нужно нужно вникнуть куда же ты говоришь сейчас про про ударение которые несмотря на то что предвосхитил сергей кстати да ты вот как микрофон это следующее камень преткновения было если можно так сказать потому что одно дело ты без микрофона взял и прочитал текст а когда ты надел наушники сел к микрофону и ты слышишь так тут у тебя получилось какая-то клацанье тут тут ты пришепетнул и все это лезет в уши и это дико отвлечь отвлекает а помимо всего прочего ты должен следить за сюжетом за развитием сюжета за развитием фразы за логикой речи и читать это не так как читать а рассказывать то есть чтец должен быть то есть тот человек который читает аудиокниги он не должен быть чтецом он должен быть рассказчиком а это нужно пропустить через себя вот кстати давай-ка мы с тобой поговорим вот мне интересно твой подход твое мнение к подготовке аудиокниг вот скажи на данный момент сколько книг ты уже прочитал не за всю жизнь а которые вышли в тираж да у меня немного книг я медленно их записываю есть монстры которые там прям начитывают по 60 часов в месяц вот у меня медленней у меня сейчас 51 книга 52 по моему сейчас вот я так заканчиваю в работе вот но они правда объемные такие все они там порядка что-то ну в среднем 7 10 часов одна книга или 70 часов тетрад нет 7 10 часов одна книга 70 часов что это за книга какая такая не 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 это вот же я я знаю что примерно 10 часов это примерно 10 12 часов это примерно 500 страниц текста страницы все разные И на эту тему тоже очень много споров, потому что лучше считать в авторских листах и в знаках как раз. Один авторский лист — это 40 тысяч знаков с пробелами, и звучит он порядка 55 минут. 50-55. Поэтому проще считать так. Хорошо. 50-55 минут. Но да, вот тут нужно тоже всем рассказать, потому что есть такая... Я попался один раз на эту историю. Я озвучивал аудиокнигу. То есть мне раньше мы считали, типа, час. Сколько стоит час? Ну, примерно там 2-3 часа работы. То есть 2-3 часа чистого звука. Окей, хорошо, я бы так и считал. И тут мне один раз сказали, что вот, не знаю, 5 авторских листов. Я, окей, хорошо. Что такое авторские листы? Я не понимал. Мне сказали, вот вам такая-то сумма за один авторский лист. Я говорю, окей, вообще нормально. Хорошо, меня это устраивает. И тут я пришел и начал работать, и я понимаю, что что-то не то. Это какая-то... Это лист какой-то... Я не на то подписывался. Ну да, чтобы понимали, да, авторский лист — это примерно вот около часа такого чистого звука. Около часа. Что значит тоже чистый звук? Это не столько, сколько вы времени потратили на озвучку, а сколько в итоге получилось. Вы можете озвучивать там и 3 часа, и 5, кто-то может и 8 часов озвучивать, а в итоге из всех ошибок, когда их удаляешь, получается вот как раз вот час работы. Вот вам как раз за это-то и платят тоже. Да, никого не интересует. Ты можешь хоть день записывать этот час, но все равно это будет час. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты помнишь, сколько ты потратил времени на озвучку первой своей книги? Да, приблизительно помню. Эта книга была достаточно короткая. По-моему, она звучала всего где-то час с небольшим, и потратил я на нее почти месяц. Ух, ух, ничего себе. Я ее переписывал. Я ее записал. Мне не понравилось. Нашел кучу ошибок. К концу книги чуть-чуть рассчитался. Пришлось переписывать начало. А еще был с этой книгой очень интересный... Нет, не с этой книгой, а с другой был очень интересный момент. К тому, что все-таки, если нет возможности понять, то есть, если тебе не прислали сначала какой-то ознакомительный фрагмент, или не познакомили с этой книгой, да, то надо бы все-таки иметь представление о главных героях, как они выглядят. Есть такое понятие, как синопсис. Если автор тебе его предоставляет, это синопсис карточки героев, то ты можешь понимать, что это за человек, сколько ему лет, какое у него телосложение, какой у него голос. И тогда тебе уже как-то проще ориентироваться. Можно даже не читать всю книгу целиком, но все будет нормально. Ты в героев попадешь. Ты выстроишь там своих каких-то в голове образы, и все будет нормально. Но у меня был такой случай, автор давным-давно почил, обратиться мне было некому, книгу я не прочитал. Я стал ее записывать по ходу, как есть, и там был такой карточный шулер. Я нарисовал такой образ, что это такой маленький сухой мужичок такой весь, приблотненный, с такой сфиксой золотой, с таким голосом, короче, он весь такой вот. И в конце почти книги идет речь о нем, и там написано, что в комнату заходит высокий брюнет с бархатным глубоким баритоном. И вот так, опа. Ну, я понимаю, что я попал, полез сразу искать все фрагменты с этим шулером, и вот пришлось все их переписывать заново. Ну, хотя бы была возможность ее находить, возвращаться, там где-то помечать, где-то находиться. Ну, да. Бывает очень сложно, как это переписать. Например, у тебя целая колбаса озвученного текста. Ну, есть возможность поиска по тексту. Не, по тексту, да. Подожди, а переписывать в самом файле? Ты уже книгу озвучил. Вот, вот, это, Юрий, почему увеличивается время работы? Потому что нужно искать по тексту, выискивать какая-то глава, в главе искать именно вот этот фрагмент, его переписывать и так далее. Поэтому, к чему я, собственно, все это... Если нет возможности получить заранее синопсис вот этой вот карточки героев, книгу нужно читать целиком, если это незнакомое для вас произведение. Ну, для начала, это такой олдскул. Ну, да. Есть определенные правила, например, есть те молодые и немолодые люди, которые читают аудиокниги. Я знаю, что есть немолодые, старая школа. Они перед тем, как взять и озвучить книжку, но они тратят много времени на это, они ее перечитывают, они расписывают чуть ли не полностью портитуру, по аудио, по этой книге. То есть для тех, кто не понимает, что это такое, это когда ты выделяешь там главное слово, второстепенное, делишь на логические паузы, на психологические, делаешь небольшие такие, расписываешь портитуру интонационно, где поднял вверх, где поднял вниз. Это колоссальная работа, это достаточно долгая работа. То есть тебе нужно почитать и разобрать эту книгу. Многие вообще не могут читать с электронных носителей, и многие предпочитают распечатать и вот с листов А4 читать, да. И делать на них всевозможные пометки, вот как сказал Сергей. Хорошо. У тебя первая книга ушла за месяц, то есть час книги. Да. Ты потратил... Это был Александр Беляев, «Золотая гора». Долго я ее мурыжил. Хорошо. Сейчас, ну, несмотря на то, что ты говоришь, ты медленно читаешь, но сейчас одну книгу или, например, готовый час аудиокниги, сколько ты на него тратишь? Ну, я не медленно читаю, я медленно записываю. Медленно читать, кстати говоря, я учусь. Потому что, ну, вы знаете, у каждого человека свой темперамент, да. Кто-то холерик, кто-то сангвиник, кто-то меланхолик там. Вот. Ну, от темперамента уйти очень сложно. От темперамента мне... Ну, я так думаю, что все-таки темпоритом тоже во многом зависит. Иногда мысль опережает, и человек начинает таратурить, теряется в словах, съедает окончание, с одной мыслью на другую перескакивает. То же самое в чтении бывает. Кто-то может забежать далеко глазами вперед, но не успеть это выговорить. Вот. И за собой я тоже, особенно поначалу, и сейчас до сих пор, я замечаю, что я бы хотел снизить темп чтения. Я стараюсь, я над этим работаю. Вот. И тем не менее записываю, да, достаточно долго. У меня получается готовый час звучания. Я на него трачу порядка пяти часов. Пять часов. Да. Но это берем такую книгу достаточно сложную, в которой есть много диалогов, много персонажей. Потому что если просто идет повествование какое-то описательное, ну там проще, там где-то, наверное, порядка в три часа можно уложиться. А когда идут диалоги, персонажи разные, вот тут у меня начинается карусель, потому что я могу одну реплику переписать три-четыре раза с разной интонацией, а потом выбрать при монтаже, какая больше подошла. Вот. Оговорки никто не отменял, да, там стоявшие, стоящие, висевшие, висящие. Это вот раз, там мозг как-то сделал, и ты прочитал. Иногда вообще слова подменяются. Вместо швабры веник, например, какой-нибудь там вдруг нарисуется. Не знаю, как это происходит. Мозг сам подменяет. Это как раз ты говоришь о том, что о замедлении. Нужна синхронизация мозга и речевого аппарата. В этом как раз есть большая проблема, потому что наш мозг, он думает намного быстрее. Он видит текст наперед, и он как-то так интуитивно додумывает что-то другое. То есть он даже дает привычную какую-то фразу или привычное слово, которое ты называешь, произносишь, но не используешь. Ты видишь, опять ты говоришь швабра или там, я не знаю, метла. Ну да. Потому что... Да, веник или метла, например. Да, веником... Метлой ты не пользуешься, или наоборот, а веником пользуешься. Он у тебя упрощается, и ты его читаешь. Да, поэтому нужно научиться синхронизироваться. Тоже многие обращают на то, что мне присылают, например, много всяких разных примеров о своих озвучках. Послушайте, как я читаю. Друзья, многие читают очень быстро. Не надо читать очень. Без пауз. И также разговаривают. Вы торопитесь, вы бежите и проглатываете, убиваете полностью все. Весь интонационный рисунок. Скорость крадет душу текста. Обратите на это внимание. Иногда, кстати говоря, тоже вот, я за собой замечал, это тоже большая ошибка, и ошибка многих, и я за собой это знаю, я над этим работаю. Когда неинтересный какой-то фрагмент текста идет, ты вроде бы и читаешь его нормально, но когда ты его на монтаже прослушиваешь, он идет в разы быстрее, чем какие-то интересные куски. Мозг опять же так устроен, что он хочет быстрее вот это неинтересное прочитать и пойти дальше. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если ты уже взялся за книгу, за озвучивание книги, даже неинтересные книги, как оказалось, то ты должен сделать ее максимально так, чтобы у слушателя сложилось впечатление, что тебе очень интересно все это рассказывать. Это очень важно, друзья, потому что то, что вы сделаете, если вы прочитаете это на отвали, ну ладно, я заработаю денег, мне это не нравится, но я прочитаю, зато мне деньги за это заплатят. Друзья, помните, что это останется, интернет все помнит, и потом вам ваши дети, внуки скажут, «Эх, папа-мама, мама-папа, что ж ты с меня требуешь-то, если сам-то?» Ну вот, примерно в этом смысле. Да, поэтому есть очень важные моменты, на которые стоит обязательно обращать внимание. Полюбить то, что вы делаете. Без этого никак. Окей, хорошо. Перейдем дальше. Очень важный момент. Мы вернемся, хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Ты на данный момент являешься голосом года по версии Литрес в цифровой букве. В электронной букве. В электронной букве. Ты к этому сколько шел? В какой момент ты решил, сказал, «Все, я хочу». В какой момент ты сказал, «Все, я готов, я думаю, что у меня получится». Ты помнишь этот момент? Я этот момент конкретно не помню. Я помню, что я трижды принимал участие. Вот. И это был... Да, электронная буква 21. Первая моя книга вышла в июне 20-го года на Литрес. Вот. И я решил, что да, вот, наверное, год. Я поупражнялся и понял, что так, наверное, я поучаствую в этом конкурсе. Я уже созрел. Я записал все как положено. Значит, во всех номинациях. Там нужно было записать, по-моему, не меньше трех книг за определенный отрезок времени. Вот. И я приехал на вручение ни много, ни мало, а за голосом года. Я считал, что я самый лучший чтец. Сразу же, да? Сразу же, да. Хорошо. Я был... Вы знаете, как-то я был так обескуражен, расстроен, в смятении я легком был, когда мне не дали ничего. Ни одной номинации не дали. Вот. Отстава. Здесь все куплено. Нет, ну как-то такого нет. Нет, я правда, я стал думать, а что не так-то? Что не так-то? Я не понял. Мне сказали, ну, ты уже в десятке лучше. Тебя уже, как бы, это уже много. Ты же только начал. Вот. И когда я послушал людей, вот эту десятку, среди которых я был, чтецов, ну, я понял, что мне еще работать и работать, чтобы мне что-то дали. И тут ты начал работать. И тут я начал работать. То есть у меня было два варианта. Я мог сказать, да ну вас все куплено, непризнанный гений, никто ничего не понимает, дураки, дебилы, и ушел. Все. Хлопнув громко дверью. Нет. Я действительно получил удовольствие от общения с этими чтецами, с которыми я номинировался. Я с ними пообщался, я их послушал. Я понял, куда надо расти, в какую сторону смотреть. Ну и все. И тут пошла работа. Работа, кстати говоря, в 21-м году я пришел на диктор про к Сергею Острецову. Да, я понял, что этот момент тоже важен, бросать это дело нельзя. Вот. И уже в 20-м, ну, в прошлом году я получил первую номинацию свою за лучшую озвучку в жанрах фэнтези и фантастика. Я был фантастически счастлив по этому поводу. Я думал, ну, все, уже что-то, это уже что-то. На следующий год я опять принял участие, не очень-то рассчитывая на то, что я думаю, ну, два раза подряд вряд ли кто-то что-то даст. Ну, действительно, то есть я сижу, номинация одна, номинация вторая, номинация третья, остается только «Голос года». Я думаю, ну, ладно, ну, в следующем году опять пойду. И говорят, «Голос года» Григорий Метелица. Вот тут вот было что-то такое. Да. И коленочки затряслись, и в горле пересохло, и мысли из башки выветрились. В общем, было это время. А я помню этот момент, потому что я находился в этот момент, как раз мы вместе были на номинации. Я помню, я сижу в номинации, представленные, там, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то, Григорий Метелица, и хорошо, все. А я еще до этого тоже всем говорил, говорю, я за Гришу, прям, вот я топлю за Гришу в самом начале, когда, помнишь, пришел тоже всем, говорю, я за Гришу топлю. И когда объявляют себя голосом года, я прям, и мне кажется, я громче всех кричал, потому что для меня это тоже большая честь, потому что мой ученик стал голосом года. Это прям такая гордость меня распирала. Ой, да, это был очень и волнующий момент, и приятный момент, и неожиданный, то есть они все-таки сумели сохранить интригу. Оказывается, многие знали уже, что кто будет голосом года, и все молчали, говорят, ты бы знал, как там хотелось тебе позвонить и сказать, что ты же уже сможешь. Но ведь мы молчали. Ну да. Окей, пришел, добился, пришел, увидел, победил. Это прекрасно. Ты в самом начале сказал, когда не получил свою первую номинацию, ты познакомился с ребятами, с этими топ-10, с ними общался, и ты сказал, что ты понял, что нужно делать и в каком направлении двигаться. А вот сейчас люди, я думаю, задаются вопросом таким же, а куда же, куда же нужно двигаться, что же нужно делать, вот что ты понял? Ну, во-первых, если двигаться все-таки в сторону записи аудиокниг, то на сегодняшний день все-таки Литрес это единственная уникальная площадка, которая дает возможность любому абсолютно человеку, не имеющему никакого отношения к этой профессии, попробовать свои силы. Я считаю, что если вдруг какие-то мысли на эту тему возникли, пытайтесь, заходите на их сайт, пишите, заполняйте анкету, вам пришлют техническое задание, я не знаю, какое оно сейчас, раньше было три разных разноплановых фрагмента, обратите большое внимание, чтобы там, ну, это была нелюбительская запись на какой-то там, ну, микрофон телефона, допустим, все-таки что-то более профессиональное, я рекомендую тем, кто захочет этим заняться, но нет возможности записаться в нормальных условиях, потратьте немножко своего времени и какое-то небольшое количество денег, приедьте в профессиональную студию звукозаписи, и вы буквально за один час третий фрагмент под руководством профессионального звукорежиссера запишите. Вот. Заодно попробуйте, что такое работа с микрофоном. Звукорежиссеры, они все очень словоохотливые люди, они очень любят свою профессию, они могут рассказывать об этом бесконечно, они вам расскажут и про динамические микрофоны, и про конденсаторные микрофоны, и про поп-фильтры, и про наушники, вы услышите много-много всего интересного. И заодно запишите качественно свое техзадание, отправите на Литрес, и станете, заключите договор, и станете чтецом Литрес, а дальше уже начнется серьезная работа, то есть у вас будет возможность понять, ваше это или не ваше после записи хотя бы первой короткой книги, какого-нибудь рассказа или поиски. понять, как это работает. Вот тут смотри, сразу вопрос, ты сейчас, ну вот мы со стороны смотримся, да, у нас такие маститые два дядьки, у которых хорошие микрофоны, есть свои студии, но ты сейчас говоришь о том, что прийти, например, первый раз, записаться на студию, чтобы услышать, понять, как это работает. И вот, например, вопрос задает, задает, сейчас, секунду, кто это задает, Ирина Шатрова, обязательно ли записываться вообще на профессиональной студии? Вот я сказал сейчас об этом только лежит для того, чтобы вас не отфутболивали, понимаете, потому что очень многие записывают техническое задание на микрофон телефонов, телефон, или, например, в комнате у себя дома на какой-то микрофон, при этом там где-то лает собака, сосед пылесосит, в общем, и все это лезет в это техническое задание. Вам приходит ответ, очень много посторонних шумов, попробуйте еще раз, вы пробуете еще раз, пытаетесь там как-то залезть в шкаф, под одеяло куда-то, чтобы как-то избежать их шумов, но все равно что-то не то, где-то что-то скрипнуло, хрюкнуло, и вам опять переходит, опять не то, попробуйте еще раз. Ну, мало того, что вы тратите много сил, времени, то еще и как-то самооценка падает, вы начинаете думать, что-то не так что-ли со мной, ну что это, так трудно. Рекомендую, настоятельно рекомендую, если нет возможности в домашних условиях это сделать более или менее качественно, съездите в студию, запишите, а потом будете думать, как обустроить свое рабочее место. Но на самом деле не так это и сложно, если подойти к этому творчески. В общем-то, да, но опять же, я почему хочу опять же начать, я начинаю с этого почему. Потому что можно построить сразу дикторскую кабину, можно купить дорогой микрофон, супер какую-нибудь карту, да, звуковую, попробовать записать первый рассказ, не мое, и придется разбирать эту кабину, продавать микрофон, все вот это вот. Поэтому, мне кажется, начать надо с малого, понять вообще, насколько вас это захватывает. потому что вот, знаете, даже у успешных и таких профессиональных чтецов бывает момент выгорания. Кажется, ну все, ненавижу, я уже не могу смотреть на этот микрофон, вообще слушаешь тебя, уродский голос, нет, это невозможно слушать, вообще, фу, не хочу. Закрываешь все, уходишь, через три дня тебя как магнитом сюда тянет. Понимаете, хочется уже что-то почитать, что-то рассказать, что-то сделать. Вот это надо почувствовать. Ваше это или не ваше. Если вы без этого жить не можете, другой вопрос. Нужно вложить деньги, купить хорошее оборудование и получать удовольствие от этого. Ну, на самом деле, для начала есть сейчас достаточно бюджетные микрофоны, USB-микрофоны, которые звучат очень хорошо, достойно звучат. Самое главное создать, например, какое-нибудь подобие студии. Опять-таки, вот Надежда писала, да? А, нет. Екатерина Лесничья говорит, гардеробные комнаты нам в помощь. Да? Да, так и есть. Это нормальная история. Вот я тоже поделюсь своим опытом, когда я только-только начинал, ну как, то есть начинал создавать собственную студию. было дело, когда ездил просто по разным студиям, потом понимал, что заказов много, у меня нет возможности это сделать везде и оказаться сразу же в одном месте, вернее, во всех местах одновременно, потому что по Москве кататься из одной студии в другую, для тех, кто живет в Москве, понимаете, какой здесь трафик, это просто нереально. И не тут я начал понимать, что нужно какое-то оборудование, взял себе такой диктофон Zoom, кто знает, может быть, и просто реально под одеялом я сидел и читал в этот самый Zoom поначалу, потом потихонечку все лучше и лучше, дороже и дороже покупал себе оборудование. Потому что, да, понял, что это мое к тому моменту, ну давным-давно. А сейчас есть микрофоны в пределах 15-20 тысяч рублей, очень хорошие, достойные микрофоны. Залезайте в шкаф. Главное, чтобы было побольше одежды. Под одеяло поначалу, да, будет тяжело. Ну а что делать? Кстати, вот давайте по нарастающей. Для тех, кто вот прошел действительно вот это техническое задание, действительно, вот Сергей хорошо упомянул, да, действительно, есть микрофоны, которые вот я бы вам рекомендовал. Правда, я вот сейчас не буду врать, ну, по-моему, они в пределах 15 тысяч и стоят. Правда, к этому микрофону, вот я сейчас говорю про Rode ProMic. Вот он, по-моему, стоит 15 тысяч рублей, но к нему нужно обязательно докупить звуковую карту. Она тоже будет стоить порядка 15 тысяч рублей. Микрофон, который работает USB-микрофон, без звуковой карты, это тот же Rode ProMic USB. Вот он стоит порядка 30 тысяч рублей. для старта это великолепное, я считаю, оборудование для начинающего частица. Окей, смотри, слушай, а вот теперь следующий вопрос, который интересует очень многих. Окей, я готов работать, я готов вложить какие-то деньги в свое оборудование, 30 тысяч, допустим, 30 тысяч рублей. А сколько я могу зарабатывать на озвучке аудиокниг? Тут, смотри, тут уже в чате куча всяких разных вопросов по поводу роялти, по поводу оплаты за готовый час и так далее. Как сейчас, скажи мне, на Литресе вообще? Там также роялти или для, я слышал, что для особо одаренных есть уже заказы, например, даже не для особо одаренных, а для чтецов, которые себя хорошо зарекомендовали, у которых хорошее качество звука, кстати говоря, у которых хорошее качество подачи материала, им предлагают заключить доп. соглашение, которое позволяет записывать зафиксированную плату. У них, кстати говоря, там в договоре идет плата за минуту. Вот, то есть не считают они по авторским листам, а именно вот по минутам. то есть это прям такой стимул и мотивация читать очень размеренно. ха-ха. Сейчас мы про нее начали говорить, я скажу, от полутора тысяч рублей за готовый час. Вот. Это маленькая цена по Москве, потому что средняя цена по Москве, средняя прям, это где-то пять все-таки тысяч за готовый час. Это уже в дальнейшем, друзья, смотрите, это... Да, это в дальнейшем. Мы же говорим не про Литрес. Это не про Литрес, это вообще, в принципе, я говорю про цены. Это уже запретило Литрес. Литрес, в том, что вы можете попробовать, можете создать что-то себе, для себя. Не будучи профессиональным чтецом. Да, а уже потом с этим маленьким портфолио выходить на другие издательства и с ними работать. Там же по Москве, да, пять тысяч час, но посчитайте сами. Но опять-таки обратите внимание на то, что вы получаете не за время работы, а за готовый то есть вы можете как Григорий говорил час аудиокниги делать месяц. То есть вы в итоге за месяц работы получите пять тысяч рублей как за готовый. В лучшем случае. Ну, начнем с того, что никакое издательство с вами не будет работать, если вы один час будете делать целый месяц. Ну, я сейчас условно говорю, понятное дело. Потому что им все-таки нужны сроки. Вот в Литресе, например, на запись книги, независимо, сколько она там страниц, она может быть сто страниц, а может быть пятьсот страниц. Если это фиксированная оплата, то на нее дается двадцать один день. Все. Если это за роялти, там, по-моему, тридцать дней. Вот. Так что считайте. Какой процент? Роялти, у них, значит, начальный процент десять процентов от продаж. Угу. Вот. И далее, там, каждый месяц, по-моему, робот там, как-то он называется, он подсчитывает топ чтецов. Там много факторов, насколько ты много записал книг, насколько там она хорошо продаваемая, то там можно до двадцати процентов дорасти. дорасти. Вот. Ну, в общем-то, ориентироваться надо как раз вот на эти десять процентов, потому что, ну, ну, есть, конечно, я говорю, люди, которые читают и быстро, и много, но, на мой взгляд, не всегда хорошо. Тех, кто делает это и быстро, и качественно, их как раз вот по пальцам пересчитать. И я очень рад, что я с ними знаком. Если меня смотрит Илья Дементьев, это какой-то просто товарищ, которому у нас многим есть, чему у него поучиться. И Светлана Шаклейна, вот, и Олег Троицкий, да много, Наталья Беляева, очень много людей, которые делают это профессионально. Виталий Сулимов, сейчас кого-то вот не это самое, не скажу, скажет, ах, ты меня не упомянул. Ребята, всех люблю, всех помню, на всех вас равняюсь и очень горд, что мы с вами знакомы. Ну, я думаю, еще в следующем году обязательно увидимся на очередной премии. Да. Если уж не в качестве номинантов и победителей, то как в качестве почетных гостей и прекрасно проведем время, как и в этом году. Это было. Окей, а тут, кстати, пишут, что сейчас уже платят на литресе за готовый час 1200. Что это? Разве не полторы? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, для кого-то, то есть для только-только начинающих, я не знаю. Да, да, да. Так, хорошо, у нас тут куча-куча вопросов. Мы сейчас к вашим вопросам придем. Так, есть у меня... Пророялся, я ответил, да? Да. А? Пророялся? Пророялся, да, все, 10 процентов, мы все поняли, до 20. Кстати, тоже более подробно, наверное, на все вопросы и поделиться своим опытом. Я хочу тоже еще сказать одну очень важную вещь. Григорий не только мой ученик и голос года, но в то же самое время он еще и является главным куратором школы Мастерская Голоса. И очень скоро, 16 числа, 16 сентября, не августа, и мы запускаем новый курс, абсолютно новый, красиво, качественно сделанный, переделанный. Те, кто был на Мастер Голоса, на Первом Мастере Голоса, когда был Григорий, это уже совсем другая история, это новая. Вот. И Григорий там будет главным куратором, который также будет вести вас, помогать мне и помогать вам достичь высшего результата в вашем голосе. Вот. Так что жду вас на курсе. Помимо этого еще будет для тех, кто присоединится сейчас к нашему курсу, будут подарки в качестве разбора голоса от меня и от Григория. Вот. Это такой маленький, маленький анонсик. Мы продолжим дальше. Тут у нас куча вопросов. Огромное количество вопросов у ребят, которые находятся в чате. Давайте я сейчас буду в качестве модератора позадаю вопросы тебе в первую очередь. Да, потому что я ссылку так и не смог открыть, почему-то не открывается она у меня, поэтому давай, Сергей, ты будешь руководить. Так, тут много-много-много всего. Попробуем издалека. А то есть спрашивает, например, Ренат, всегда ли читаешь с листа? То есть имеется в виду, что я открыл и сразу читаю? Да. Нет, никогда у меня не получается прочитать с листа. Обязательно это... Я спотыкаюсь часто, если при первом прочтении. Еще не достиг я тех вершин, чтобы, например, вот взять и прочитать даже страницу без ошибки я не могу прочитать. Ну, вернее, не то, что без ошибки. Я... Если я читаю первый раз, то я по ходу, например, могу интонационно одно предложение прочитать так и прочитать его эдак. И, например, в процессе чтения понять, что первый раз я прочитал неправильно и лучше оно будет звучать вот так. Поэтому, если все-таки не пробежать текст хотя бы глазами, хотя лучше его все-таки проговорить, то ошибок будет больше. Поэтому вот такое, что вот как вот Клюквин, например, там Александр Клюквин читает, говорят, прям вот у него вот час он читает и за час он может ошибиться там, ну, по пальцам пересчитать. Готовый час он читает за час пять. Вот. Я готовый час читаю, наверное, за час тридцать пять. Ну, это, нет, это хороший на самом деле, это отличный коэффициент. Ну, до отличного, конечно, далеко. Я, конечно, тоже стремлюсь, чтобы хотя бы как-то в час пятнадцать уложиться. Вот, но... Ну, да. Опыт, опыт и еще раз опыт. Да. Так, есть еще один вопрос. так, их много. Обрабатываешь ли ты то, что ты озвучуешь или отдаешь стороннему звукорежиссеру? Я обязательно обрабатываю, конечно. Потому что я знаю, например, тот же Илья, и Светлана, они отдают на обработку, на чистку звукорежиссером. Ну, мне повезло в этом плане, как вначале было сказано, я еще и вокалистом долгое время и работал, и продолжаю работать. И, соответственно, так получилось, что у меня, я очень горжусь этим и дорожу, много друзей звукорежиссеров. И один из них, вот такой Денис Голиков, он, ну, он очень известный в звукорежиссерских кругах мастер. Вот. И очень многим он мне помог и подсказал. И настоял, кстати говоря, на приобретении одной из звуковых карт, от которых я сейчас, которой я пользуюсь. И я очень доволен. Прекрасно. Поэтому, да, обрабатываю я все сам. Ну, естественно, сначала мы сделали вот эту вот цепочку под его чутким руководством. Но это делается, в общем-то, один раз. Если ты записываешься все время в одних и тех же условиях в один и тот же микрофон, то больше изобретать велосипед нет смысла. Ну, это просто обработка голоса. А, ну, там же происходит самочистка, убирание всяких артефактов и так далее. То есть, монтаж. Но тут, я думаю, ты сам это делаешь. Я сам это делаю, конечно. Удаляю дубли, переписываю, если оговорился, естественно, сам. Тут вопрос Екатерина Лесничья спрашивает, по каким параметрам жюри оценивает чтетцов-конкурсантов? Ой, Кать, это, наверное, ко мне вопрос. По каким параметрам? Потому что я как раз нахожусь вот именно по другую сторону. Параметры это внутренние ощущения. Это все на самом деле в каком-то смысле субъективно. Потому что, ну, вот, например, по каким параметрам я выбирал? И как вообще это происходит? Как происходит выход, например, в лонглист? Мне дают 50 конкурсантов. Таких, как я, тоже несколько человек. там, не знаю, 5-10 человек и каждому дают по 50 конкурсантов. Я слушаю все эти 50 конкурсантов по чуть-чуть, там, минут по 5, по 10, перескакиваю с одного куска в другой. Я пытаюсь услышать, ну, во-первых, я обращаю внимание на сам голос, на на дикцию, понятное дело, на интонацию, на то, чувствует ли человек текст, понимает ли то, что он читает, насколько сильно он меня увлекает за собой. Ну, и, соответственно, тоже на качество звучания я обращаю внимание. Потому что иногда бывает такое ощущение, что человек записывался где-то, я не знаю, в ванной комнате, включил микрофон, как это ни странно, такое тоже было, присылали. есть люди, которые читают очень-очень быстро, без интонации, не понимая то, что они делают, но читают и читают. То есть все вот эти отдельные элементы соединяются воедино, и я ставлю оценку там от 1 до 10 баллов. Мне в этом году, Сергей, предстоит. В этом году меня пригласили в жюри электронной буквы. Будем оценивать дебютантов. Дебют года. Прекрасно. Так что вот. А вот теперь расскажи, как ты будешь обращать внимание. Потому что Екатерина, насколько я знаю, она в данном случае дебютант. Она... Екатерина, кстати, тоже моя ученица. Вот. Живет в Праге. И участвует. Уверен, хочет участвовать в этом конкурсе. Фамилию не говори, а то потом скажу, что это все подстроено. Если вдруг. Не буду говорить. Да, не говори. Поэтому, Екатерина, прежде всего... Сергей правильно сказал. Это в основном, конечно, идет на интуитивном таком уровне. Ты понимаешь, увлекает тебя рассказчик или нет. Если ты начинаешь слушать, и у тебя перед глазами возникает видеоряд, какая-то картинка, то есть ты смотришь, как будто бы фильм. Ты уже забываешь, что тебе, оказывается, человек читает там с листа, не с листа, он тебе просто рассказывает интересную историю. Вот это для меня, наверное, основополагающее. Я даже буду закрывать глаза на какие-то... Может быть, если у человека бывают дефекты речи, может быть. Но если он очень интересно рассказывает, я буду закрывать на это глаза. Вот. Буду все-таки обращать внимание на качество звука. Ну, если... Вы представляете, сколько нужно отслушать материала? Если слушать некачественный звук с какими-то шипами, хрипами и так далее, ну, это какое-то немножко неуважение к членам жюри. Надо постараться. Все-таки это конкурсная работа. Нужно постараться это сделать максимально хорошо по звуку. Вот. Да, вы идете на конкурс, наденьте красивый костюм. Это я как раз про оформление вашей книги. Ну, кстати, шутки шутками, да. Всем известный диктор Левитан никогда не садился к микрофону без пиджака и галстука. Белая рубашка, пиджак, галстук. Это тоже... Это не только отношение к профессии. В этом есть определенный тоже некий... Даже не ритуал, а особенность звучания. Потому что когда ты садишься... Даже обратите внимание, когда вы надеваете кроссовки или туфли, костюм или спортивные штаны, у вас другая совсем осанка, у вас другая походка, у вас другое ощущение себя в пространстве. Та же самая история при работе с микрофоном. Когда ты садишься... Это классический вариант. Посмотрите фильм «Король говорит», когда в самом начале начинает диктор работать с микрофоном. Он подходит, он в смокинге, он красивый, он нарядный, он садится ровно напротив микрофона, готовится, па-па-па, разминается. Да, прямая осанка, ничто не мешает диафрагме, активно работает и правильное диафрагмальное дыхание, и артикуляция, и так далее. Вот, костюм, это тоже... мы в данном случае так уже не работаем, потому что мы можем в домашних условиях это делать, но также ответственно подходим к выполнению своих непосредственных обязанностей. Я не знаю, как ты, я только сейчас снял галстук, рубашку и костюм, только сейчас. Потому что ты сказал, что у нас будет такая вот беседа дружеская, я только сейчас переоделся. Ну вот, я ведь в рубашке остался тут. Хорошо. Так, тут есть также вопросы по поводу курса, спрашивают, будет ли уроки по обработке голоса в программе, как записывать. Надежда, есть такие материалы, но на курсе Диктор Про. Диктор Про это уже такой следующий этап для тех, кто хочет, уже знает, как работать со своим голосом, но хочет двигаться дальше, как Диктор. Тоже есть такой курс, но он стартует где-то в октябре, скорее всего, или даже ближе к ноябрю. Там все есть. Мы сейчас говорим про мастер голоса, который для тех, кто хочет просто овладеть своим голосом. Далее, вопросы. Стоя проще записывать. Не проще ли записывать стоя? Проще, но долго. Кому как. Вот, например, когда я, например, в студии записываю что-то вокальное, то, естественно, только стоя. Например, если это дубляж, работа в студии, то только стоя, потому что там физика, есть такое понятие физика, вот именно, движение. Вот, ну, как записать, например, ну, эпизод, допустим, человек куда-то быстро бежит. тебе нужно делать движения вот эти вот, чтобы у тебя это было как-то, ну, понимаешь, чтобы это звучало, потому что, ну, не поверят тебе слушатели, если этого не будет, если это будет статично и неинтересно. Вот. Когда ты записываешь аудиокнигу, есть такие моменты, что иногда, да, нужно даже иногда встать и записать стоя. Или нужно, например, куда-то замахнуться, что-то такое крикнуть, или сказать, что там высоко-высоко, или где-то далеко-далеко, что-то вот такие, ну, физику нужно включать. Поэтому, конечно, аудиокнига — это забег на длинную дистанцию, но, тем не менее, я иногда записываю какие-то фрагменты стоя. Да, говорят, надо продышать героя. Это в дубляже. Так, дальше, следующий вопрос. Помогает ли тебе вокал в чтении аудиокниг? Не столько вокал, наверное. Да, ну, в общем, так, помогает. Начнем с того, что помогает. Во-первых, все-таки, я имел представление о том, что такое диафрагма, диафрагмальное дыхание. Вот, естественно, имел представление о артикуляционных упражнениях, о разминке речевого аппарата. Вот, и даже сейчас иногда бывает мне проще, например, войти в необходимый рабочий режим, ну, это пропев просто каких-то там одну-две песни. Вот, сел к компьютеру, пропел, и уже как-то смотришь нормально. Да, и такой больше разогрев. Разогрев, да. Да, и связок, и дыхание. У меня был один ученик, который всегда начинал каждое наше занятие с 33-х Егорок. Он говорит, я не могу, мне надо 33 Егорки проговорить, чтобы у меня включилась диафрагма, голосовой посыл, опора, и так далее. То есть, у каждого есть свои какие-то такие маленькие фишечки. Так, дальше едем с вопросами. А вот, очень интересный вопрос, который пугает и мучает абсолютно всех в последнее время. Это вопрос про ИИ, или синтез голоса, и спрашивает, когда же он убьет чтецов аудиокнига? Ой, только ленивый, наверное, сейчас не обсуждает этот вопрос. Действительно, его постоянно там нет-нет, да он всплывает где-то. Ну, я, конечно, не этот самый, не предсказатель, как говорится, да, не экстрасенс никакой, но, мне кажется, конечно, он двигается семимельными шагами. Конечно, уже многих дикторов, которые, например, озвучивали автоответчики, инструкции к чему-то, к какому-то оборудованию, они уже остались без работы, потому что с этим прекрасно справляется ИИ, и он совершенствуется. Он уже научился брать дыхание, он уже научился какие-то полутона в речи делать. Но пока, что касается художественной литературы, это сразу чувствуется вот такой вот какой-то суррогат. Какой-то, знаете, вот как бы он там не пыжился, бездушное чтение. Ты чувствуешь, что так, что-то такое, либо ты даже вот иногда сомневаешься, даже когда очень хорошо искусственным интеллектом записанным, ты думаешь, какой-то он синтезированный, что ли. Но сомнения уже есть, то есть надо вслушаться и понять, что, ага, все-таки это не живой человек. Вот это, конечно, настораживает. Не знаю, как он будет развиваться дальше, но мне кажется, чтобы полностью заменить живых чтецов, это еще очень долго, много должно пройти времени. Вы помните знаменитый фильм «Москва слезам не верит», когда этот Родион, по-моему, говорил, что ничего не будет, только телевидение. Ни театр, ни кино, ничего не будет, одно сплошное телевидение. Есть и кино, есть и театры, и прекрасные театры, и великолепные актеры, и люди ходят, и очень много денег платят за эти вещи, особенно премьеры и так далее. Почитатели всегда будут. Аналоговые, аналоговые актеры будут всегда в цене. Я думаю, что да, в чем разница, сейчас, если даже послушать, я недавно смотрел удивительную вещь, мне прислали, говорят, посмотри, посмотри, как интересно, то есть, ИИ научился синтезировать голос человека и говорить на разных языках, то есть, я смотрю там, Брэд Питт, Джонни Депп, сначала говорят на английском, а потом начинают говорить, у них даже артикуляция, у них даже липсинг такой попадает, в эту артикуляцию, то, что они говорят, все это прорабатывает на русском языке, но я вижу, как он сначала говорит на английском, это все эмоционально, ярко, интенсионно все это играет, а потом этот же самый голос, но достаточно ровно звучит. Хорошо, красиво, круто, но ровно. Знаете, в чем отличается, например, ИИ, синтез голоса от нормального человеческого голоса? Еще раз скажу, аналог будет всегда в цене, это будет штучная история. И уже убил тех чтецов книг, которые думали, что они чтецы книг, а таких людей на самом деле очень много. Что, чем отличается живое чтение от синтеза голоса? Это мурашки. Это мурашки. Это душа. Душа, понимаете? Да. Вот, мы называем, я сейчас пытаюсь сказать, душа, это те самые мурашки, которые вызывают в вас голос. Мне кажется, ИИ не заставит тебя плакать. То есть, вот как это может, например, как стихи может прочитать профессиональный актер? Он такие полутона может достать, он так в твою душу может залезть, что ты рот откроешь и слезы польются сами. И этого не сделает. Он и не сделает. По крайней мере, мне хочется в это верить. Так и будет. Хорошо. Так. Ну да, вот Павел говорит, кому-то нравится рассматривать картины, написанные маслом, а кому-то сойдут распечатанные на принтере. Это точно. Да. Да, вы знаете, действительно, и вот дур на вкусе, это можно назвать как угодно, или, например, ну, мало ли, недостаток средств тоже почему нет. Человек хочется, он тянется к прекрасному. Но не может он позволить себе вот купить там Рубенса того же или Рафаэля. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что и вот с чтецами будет примерно та же история. Дорогие агентства, например, издательства, аудиокниг, они не будут связываться с ИИ. Они будут работать с профессиональными, классными чтецами. Да, с ИИ будут работать технические, техническая озвучка. Это да, это будет существовать, потому что там никакой души не надо вкладывать, там самое главное, чтобы была информация. Вот тут такой тоже. Так, друзья, давайте сейчас мы быстренько ответим на вопросы, которые у вас есть, и будем потихонечку закругляться уже. На все вопросы более подробно и детально мы сможем вам ответить на курсе «Мастер голоса», который стартует 16 сентября. Да, сентября, так что приходите. Ссылка есть, узнаете более подробно. Если будут также еще вопросы, можете писать нам, мы на них ответим. Вот вопрос такой очень интересный. Это уже такой не к тому, как читать, как вкладывать душу, а есть такие так называемые внутренние препоны, которые мешают нам влиться в это самое прочтение. Что делать с волнением при озвучке ролика, сбивается опора, что вам помогает или помогало в начале своего пути в чтении и в озвучке? Ну, вы знаете, никуда от этого не деться на начальном этапе. Волнение будет, непринятие себя будет, голос иногда будет казаться отвратительным, дикция не такая, произношение не такое, все не такое. Но тут нужно быть в хорошем смысле упертым и толстокожим еще вот нужно быть. Потому что, ну, в хорошем смысле, потому что нужно быть готовым к тому, что кто-то тебе скажет, ой, ты так прочитал вообще, ну, совершенно не твое там, лучше тебе в эту профессию не идти, ты там что-то бекаешь, мекаешь, голос дрожит, и ты такой, ой, да, наверное, не мое. Все, паник и убрал микрофон, куда-нибудь, на дальнюю полку. А такое может быть и много раз в жизни. Может, может. Поэтому тут... Может, а будет, будет. Я ни для кого не открою тут Америку, но только работа, ежедневный труд, причем, ну, я не скажу, что он прям такой каторжный, он не должен быть каторжным, он все-таки должен доставлять удовольствие. Вот. Но нужно найти вот именно вот эти вот моменты, которые тебе доставляют удовольствие. Вот все вот знают, например, да, у каждого был такой эпизод в жизни, что ты вот что-то работал, делал, делал, напрягался, а потом пришел, выдохнул, думаешь, да, вот это я молодец, вот это вот у меня получилось. Здесь то же самое. Когда вы отслушиваете какой-то вот фрагмент, который вы записали, вы потратили на него много времени, вы сделали кучу дублей, но все-таки вы прослушиваете его целиком и понимаете, да, что-то я все-таки могу, молодец, дай-ка я дам послушать еще кому-то. И вот тебе люди говорят там, твои коллеги там или там, ну, не знаю, там, домочатся даже. Ты знаешь, классно. Ты понимаешь, что ты уже чего-то в этом начинаешь понимать, чего-то начинаешь стоить. В конкурсах надо участвовать. Если вы, опять же, вот придете в тот же самый ЛитРЭС, я рекомендую участвовать в конкурсах. Не получится в первый раз, получится во второй, не второй, третий. Это возможность заявить о себе, возможность проверить и почувствовать свои силы, понять, что ты стоишь в этой профессии. услышать голоса стороны, потому что, вот сейчас Гриша сказал о том, что дать послушать домочадцам, домочатцы все-таки предвзяты. Не все. Не все, но бывает так, что по большей части они немножко предвзяты и могут говорить хорошо, может быть, чтобы не обидеть или наоборот, можно сказать, обидеть. Иногда хотят обидеть. Вот, так что лучше дать кому-нибудь послушать со стороны. И тоже, друзья, если вдруг вы услышали критику со стороны, не надо, правильно Гриша сказал, не надо ничего бросать, дайте другим людям послушать. Все эти конкурсы, это как соревнования в спорте. Тут вы проиграли, в следующий раз упали, встали, набрались опытом, дальше пошли. Я скажу вам честно, что даже меня это забавляет, и меня раньше это обижало очень сильно, сейчас меня это даже забавляет. Когда мне, например, на канале YouTube могут написать какой отвратительный голос. ты разговариваешь как отрыжка. И такое бывает. Окей, хорошо. Я не золотой червонец, чтобы нравиться абсолютно всем. Вот, но почему-то мне за это платят деньги и немалые. Так что не надо обращать внимание на все, что говорят вокруг. Но в то же самое время не терять объективную оценку. Хорошо, друзья, я хочу сказать большое спасибо Грише за то, что пришел, за то, что согласился, за то, что рассказал о себе. Тут можем, я думаю, еще очень-очень долго разговаривать на тему голоса, на тему аудиокниг, на тему вообще озвучки. Я думаю, мы устроим как-нибудь похожую серию и поговорим, например, про озвучку, про дубляж мы можем с тобой поговорить, к примеру. А если вы хотите с нами более плотно пообщаться, то 16 сентября стартует курс Мастер Голоса. Все подробности в ссылке, посмотрите, она есть. И также те, кто хочет заниматься озвучкой аудиокниг, есть курс Диктор Про, но это совсем дальняя история. Давайте последний вопрос сейчас отвечу. Спрашивает Оксана, «Есть ли что-то от умения владения вокалом, что мешает при чтении книг?» Вот я сейчас со своей точки зрения, со своей колокольни скажу, а потом скажешь ты. Ко мне приходили вокалисты, вокалисты классические, академические вокалисты приходили. И там немножко другое голосообразование, то есть больше идет на куполе и головной регистр. То есть они как поют, так и разговаривают, где-то здесь звучание, и очень сложно было переключить человека из этого звучания в грудной регистр. То есть уйти из головы. Вот в этом есть проблема. А скажи, как вокалист, что тебе мешало или не мешало? Ну вот сейчас ты говорил про академических певцов, потому что именно у них такая история. Да-да-да, я говорил. Они разговаривают в жизни действительно вот таким образом. Да, наверное, мешает. Поскольку я не академический певец, у меня вообще карьера сложилась таким образом, что мне приходилось петь в разных жанрах. Вот, поэтому, наверное, мне в большей степени, наверное, даже помогало, потому что переключиться на разные характеры персонажей проще, и выносливость. Сама выносливость тоже, вы знаете, я думаю, что это от вокальной работы тоже мне помогло, потому что тут кто-то говорит, не может читать больше двух часов. Там полтора-два часа и все. Голос тускнеет, садится все. Нет, я могу читать много, могу читать долго, могу читать, ну, в принципе, наверное, ну, не целый день, конечно, но часов пять, наверное, шесть смогу. Без остановки? Да, да. Нет, с остановками, прям с остановками, но такие минимальные, то есть не отходя от компьютера. То есть я могу, например, прочитать главу, потом там минут десять ее там помонтировать и продолжить дальше. Такие вот коротенькие перерывы. Ну, пойти размяться. Ну, да, 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 да. Кстати, размяться тоже очень важно, это отдельная тема, потому что сидишь в одном положении, затекает и шея, и все, и звук очень портится от этого. Это точно. Окей, ну, друзья, я надеюсь, вам было всем интересно, мы обязательно повторим нашу встречу, не в этот, так в другой раз уже, либо на курсе, который стартует 6-го, 16-го сентября, я путаюсь, да, 16-го сентября, более подробно можно вот узнать, нажмите на кнопку курс мастер голоса, или по ссылке, которую тоже в чате она есть. Всем большое спасибо, еще раз хочу поблагодарить Григория за то, что пришел. Спасибо, что пригласил. Прекрасный диктор, прекрасный чтец аудиокниг, прекрасный вокалист, и на минуточку голос года Григорий Метелица. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо, кто пришел, надеюсь, никого не обидели, ответили на вопросы. Ждем. Ждем на курсе. Все, большое спасибо, всем пока, до новых встреч, следите за обновлениями, обязательно очень скоро организуем какой-нибудь эфир интересный, и более подробно я чуть позже расскажу про сам курс, этому посвящу, наверное, целую встречу. Все, всем большое спасибо, пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok